а еще у меня сегодня выходной я могу себе позволить выпить бокал красного вина такие вот дела мои хорошие а вообще поговорим знаете о чем а Донести какую мысль. Я хочу вам показать, как на самом деле, что такое быть блогером. Я вам хочу показать. Так, у кого виснет? У меня все нормально здесь. Все нормально у вас. Как на самом деле обстоят дела у блогеров. Я вам хочу показать обратную сторону блогерства. И я хочу показать вам то, в каком мире вы живете. Потому что лично вы вряд ли сталкиваетесь с таким огромным количеством негатива в свой адрес. Если сталкиваетесь, то он единичный, например. То вы даже, скорее всего, не подозреваете. Просто не подозреваете, как на самом деле обстоят дела. И только блогеры знают, что в мире огромное количество больных людей. И эти больные люди, то есть мы для них, как, знаете, лампочки. На нас они как летят, блядь. Как на лампочке. И я выставляю малую часть того, что мне пишут. По видеосвязи, блядь. Она мне делала просто миллионы звонков. В итоге Леха не выдержал. И сказал, блядь, да, я с ней поговорю. И в итоге он с ней говорил где-то минут 15. Вот она, блядь, она была в жопу бухая. Признавалась мне там в какой-то любви. Вот. И в итоге мы с ней поржали. Но вот вам обратная сторона популярности. Это к тому, чтобы вы понимали, что если вы хотите быть блогером, вы должны быть готовы просто к абсолютному неадеквату. Вообще в свой адрес. И плюс общество женщин, мы сейчас будем говорить про женщин, тотально деградировало. В какой-то момент, я не знаю, в какой момент это произошло, я думаю, это было очень-очень давно, и когда-то на 100% уверена, да, что был культ богини, и женщины очень чтили то, что они являются женщинами. То есть изначально женщина рождалась с ощущением своей ценности. Она понимала, что она женщина, и что она, блядь, великий подарок вселенной, да, потому что она имеет возможность зародить еще одну вселенную. И женщина уже рождалась просто, блядь, уже с самооценкой дохуя, потому что она рождалась женщиной. Вот. И поэтому был культ богинь, и у женщин была не просто самооценка в выхуительном состоянии, а женщины творили, творили эту реальность, да. Женщины обладали невероятными ее уверенность способностями, целительскими способностями, да, какими-то запредельными, которые нам сейчас кажутся фантастическими, хотя на самом деле фантастические только потому, что не может наш мозг это объяснить. Вот. Но я на 100% уверена, что были именно такие времена, когда женщинам поклонялись, их чтили, они были, они были реально богинями, и я уверена, что они были, обладали невероятными как физическими, да, данными. Я имею в виду, что они были красивые, потому что для меня красивые, блядь, женщины. Вот. Они были статными, они были грациозными, они обладали магнетизмом, сексуальностью, да, то есть как бы они управляли, вообще управляли. Они были, скажем так, на вершине. Вот. И что-то произошло, что-то пошло не так. Это хороший вопрос, что пошло не так, но что-то, блядь, точно пошло не так. Потому что мир стремительно деградировал. Из богинь женщины пали на дно. То есть женская самооценка. Я не знаю, как это произошло. Догадок очень много, много теорий, много, блядь, всего, но это факт, это факт, потому что, блядь, но это как бы то, что мы видим, то, как женщина относится к себе же и к себе подумать, то есть то, как женщина относится к другой женщине, имеет показатели. Сейчас уважение между женщинами, уважение, восхищение, да, как бы и поклонение вообще в принципе жен с женщиной полностью отсутствует. Сейчас идет, что мы можем наблюдать. Сейчас идет тотальное обесценивание женщин, тотальное обесценивание женских тел, тотальное обесценивание вообще в принципе женщины как вообще как сути, да, просто суть женщины, ее природы. Вот. И все это закладывается на каком-то очень глубинном уровне, то есть мы как-то с этим рождаемся. Женщина с этим, во-первых, она рождается с чувством стыда. Я вам могу сказать, что во всех женщинах есть чувство стыда, во всех, какая бы вы распиздатая не были, какая бы вы ни были вау, блядь, просто там богиня. Вот. Я сделала его доступным всем, мои хорошие. Я буду очень ждать, если вы прочитали мой гид, или он в процессе, и когда вы закончите читать, я очень жду от вас отклика, потому что для меня это важно, потому что я собираюсь сделать еще один, но это уже будет книга полноценная. Вот. И женщины в какой-то пиздец окунулись, ну, прям вообще в пиздецовый пиздец, и мы наблюдаем падение, вообще падение всего, и через стыд, прошу обратить внимание, стыд, он, я вам вот сказала, да, что стыд присутствует в любой, в каждой женщине. Да, да, да. Вы это можете проследить, что не бывает такого, что вам не стыдно, то есть у вас все равно, во-первых, стыд за тело, он есть всегда, во всех женщинах, абсолютно, то есть каждая, блядь, женщина стыдится своего тела, она стыдится, я потом скажу, она стыдится своих сисек, своих сосков, своей письки, она, я это чувствую на себе, друзья мои, даже несмотря на то, что я, я там голая снимаюсь, еще что-то, все равно, но все равно чувство стыда, оно все равно, блядь, во мне есть, и я никак не могу понять, с чем это чувство стыда связано, то есть типа с тем, что ты в принципе, блядь, женщиной родилась, все, блядь, стыдись этого, и оно на таком, не поверите, глубинном уровне, что, во-первых, женщины стыдятся, просто давайте так, женщины стыдятся говорить о сексе, женщины стыдятся говорить, женщины стыдятся, когда они беременные, да, серьезно, женщины стыдятся обсуждать, я не знаю, как они любят, чтобы им там лизали, как они любят там, чтобы им сосали, я не знаю, то есть вот это все, я с этим, женщины, когда мы там находимся, например, когда мы сталкиваемся где-то в каком-то пространстве, с другой женщиной, она голая, мы просто, у нас срабатывает какая-то хуйня, и мы типа отворачиваемся, мы стыдимся, Понимаете, стыдимся Если мы увидим, блядь, живую пару, занимающуюся сексом Мы вообще просто сгорим Вообще просто сгорим от стыда Поймите Нам даже стыдно, что нам там, я не знаю Мужчина лизал письку Нам стыдно, нам стыдно попросить мужчину Делать это помедленнее, делать это побыстрее Может быть пальчики там, блядь, подключить Понимаете, нам стыдно, стыдно Нам стыдно представить, что мы можем получить удовольствие с женщиной Просто, потому что, блядь Мы просто охуеем от того, что мы можем получить удовольствие с женщиной И нам за это стыдно Мы думаем, блядь, это как-то Как-то это неприлично Как-то это, не знаю, я, блядь, какая-то не такая Мне кажется, что это что-то не то со мной Нам стыдно хотеть чего-то большего Нам стыдно думать, что мы можем Иметь роскошную жизнь И можем жить в изобилии Нам стыдно захотеть для себя большего Заходя в магазин И смотря какие-нибудь дорогие вещи Там, дорогие, я не знаю Ну, просто дорогие вещи Часто мы ловим себя на мысли, что мы этого недостойны Что мы, что это слишком дорого Что это не для нас Нам, мы недостойны этого И когда ты на эту тему задумываешься Ты понимаешь, что женщину Можно что угодно сейчас говорить Мы там, блядь, у нас там расцвет Просвет, блядь, я не знаю Но нихуя подобного И пока что мы находимся на начальной стадии Просто на начальной стадии Вот И Женщины, если вдуматься Понимаете Я много Я много Раз И письма Получаю Да И Как бы там Женщины мне рассказывают истории Что да нет, блядь Да я вот такая А потом ты смотришь Понимаешь, блядь Но почему Почему тогда Вы так Большинство из вас Так вот хуёво живёте Реально Но почему хуёво, блядь Живёте Если всё у вас, блядь Если вы заебись Почему женщина Вот, блядь, опустилась Почему вот из царицы Да, из какой-то невероятного, блядь Божества Женщина превратилась В какую-то, блядь, бабу Ну вот в бабу Почему женщины обабились Реально Обабились Почему женщины позволяют себе Других называть шлюхами Проститутками Почему они себе позволяют Гнобить других женщин Унижать Как Ну вот объясните мне Ну как Вот в голове женщины Зарождается В принципе Вот это всё Вот И мне вообще, блядь Мне просто непонятно Потому что Открытых Открытых Откровенных Сексуальных Себя любящих Гордых Негорделивых Гордых Женщин По пальцам Можно пересчитать Я их встречала Их очень мало Поверьте Их очень мало И в основном Это женщины Определённого Но Ну сказался на них Совок Сказалось на них Воспитание И сказалось на них Я не знаю Как ещё это сказать Но я когда Общаюсь с такими Мне в основном Реально Ну часто пишут Мне приходят Да там От каких-то Я не знаю Там блогеров Больших Да там Они мне где-то Отмечают Ещё что-то Мне приходят Какая-то Оправлённая категория Например Молодёжь Ну там 20 лет 25-30 лет Для меня это молодёжь Это вообще другие Другие пока ещё Другие Слава богу Да Женщины Вот А Женщины Вот этого возрастного Возрастной категории Вот их воспитала Я вам помню Посоветовала посмотреть фильм В лучах солнца Про КНДР Блять Посмотрите Всё сразу становится понятно Становится понятно Вообще русский весь народ То есть Мне стало страшно Мне стало во-первых Очень страшно После этого фильма Потому что я осознала Всю трагичность Нашего наследия Великого Блять Наследия Великого Прошу заметить Вот да Потому что это великое Наследие нам ещё До хуя Разгребать Времени Да Вот И там опис Блять Ты смотришь И думаешь Ну пиздарики Блять Вот это всё Ещё нам расчищать И не только нам Расчищать Ещё нашим детишкам Вот Нам блять Нам просто внушили Понимаете Люди внушили ощущение Тотальной беспомощности Вы никто Вам внушили это Вы никто И звать вас никак А если ты женщина Ты вообще ничто Ничтожная ты Вот что нам внушили Потому что Никогда Блять Мы в своём обществе Заметь Обращу Обращу Вот просто Обратите на это внимание В нашем обществе Не принято Женщину поддерживать Не принято Ей говорить Комплименты Не принято Блять В нашем обществе К женщинам Относиться Как к женщинам Да В нашем обществе Все вообще В принципе Все гнобят А женщин гнобят Ещё больше И выбраться Из этой Вот Из этой хуйни Могут только Очень-очень-очень Пробуждённые Женщины И очень сильные Женщины Реально сильные Которые Наперекор всему Пойдут И просто Положат болт Но они будут Конечно же Это будут ведьмы Настоящие ведьмы Я считаю Таких женщин Настоящими ведьмами Которые бросили вызов В принципе Всей системе Сказали Идите нахуй И блять Мы будем качать своё И мы будем пробуждать Женщин Эти женщины Женщины пробуждаются Очень блять Медленно Вообще Просто пиздец Скажешь медленно Но они пробуждаются Они вдруг начинают Задавать вопросы Интересоваться Блять А почему это А почему это Я никогда не получала Удовольствия в жизни И вообще в сексе А почему это Я блять должна Что вот это делать А почему это Я должна Остыдиться своего тела А почему это Кто-то вдруг Владеет моим телом И говорит Как мне со своим телом Блять поступать Как мне одеваться Там блять Как мне выглядеть Как мне С какого-то хуя Вдруг женщины такие Ставят думать С какого-то хуя Вообще-то Вот это вот всё Как это как это так почему это я должна вот этим все да и стали пробуждаться стали задавать себе вопросы потому что я говорю что изначально для того чтобы женщина все начинается женщина начинать сама жизнь с женщины все начинается все и все этого достаточно и вину чувство вины и стыд охуенные два чувства потому что в стыду мы сразу рождаемся и если стоит особенно если стыд был ваших матерей а он был я прожила это состояние я прожила состояние когда типа ну и голос а вот такой вам голос не нравится жесть господи блять вам там пять лет что ли нахуй жесть хуесть блять съебитесь господи отсюда вот и я вот думаю если в женщины да вино ахуена этот еще малыш лежит состояние беременности да например не чувствует свою значимость или свое состояние божественности приближенная к просто какому-то пиздецу божественному да потому что состояние для меня беременности это на самом деле самое наверное невероятное состояние которое может испытать женщина да она чувствует стыд и моя мама все это испытывала реально все испытывала и я от мамы могу сказать серьезно что моя бисексуальность она имеет имеет окрас именно в силу того что мне для того чтобы проработать мою материнскую линию мне надо стать бисексуальной блять по-другому не получится то есть для того чтобы не проработать мы маму и на женский род я поняла что я выбрала конкретно путь бисексуалки потому что для того чтобы проработать не нужно как бы познать женщину в сексе это единственный путь реально то есть по-другому никак вот это самый глубокий самый глубокий самый сложный путь потому что когда у женщин особенно когда у женщин это из поколения в поколение из поколения в поколение женщины в стыде Ужасались или вообще никогда там ничего не видели? Так вот, и когда такое происходило, и когда это такое наследие вам дано от всех, а мне оно дано, я уверена, и вам оно дано. Мало у нас оргазмирующих женщин в потоке, в творчестве и в охуенном вообще состоянии. Да, вот таких их, блядь, вообще 0,1%. В основном это женщины, которые всего стыдятся, вот мне там под каким-то постом, блядь, стыдятся своего тела, понимаете, самое главное, стыдятся самопроявляться через свое тело, стыдятся обнажаться, не потому что тело их некрасивое, большинство красивых женщин, они просто стыдятся, просто стыдятся вообще тело своего, просто, вот как факт. И я очень много, очень много таких видела женщин. И просто, понимаете, когда мне вот говорят, там пишут, да нет, это стыдятся, типа, блядь, да я вам выставляю, мать его, в сторис кучу писем от людей, которые живут сейчас, в данный момент. Я вам выставляю, почитайте комментарии под моими постами, комментарии, это живые люди, живые, мать его, люди. И когда мне говорите, да нет, это, блядь, да ладно, да ладно. И, видимо, блядь, жалуются на меня тоже, вот эти все, блядь, нахуй счастливые женщины. И, видимо, блоки за блоками, просто у меня был период, когда одни блоки были, это тоже, блядь, я сама жаловалась. Ну о чем вы? Ну о чем? Я в России жила, блядь, я жила в России. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю о том, какие в России женщины. Их женщин, вау, женщин. Их вот, блядь, пальцы, я сейчас посчитаю. Все остальное, это нету в них женщин, нету, нет женской энергии. Если бы было по-другому, блядь, мы бы жили сейчас в охуенно сказочном мире, абсолютно, где правили бы женщины, где не было бы, скорее всего, ни войн, где не было бы, блядь, всей этой хуйни, вы бы не жили бы в жопе сейчас. Вы бы не жили в той жопе, в которой сейчас находится весь мир. Если бы мы сейчас, ну типа, если вы говорите, да нет, все не так. Все, блядь, Маша, вы что-то говорите, надумали, все, все охуенно. Так в плане, с какого, с чего бы, блядь, быть охуенно? Посмотрите вокруг, что происходит, блядь, в принципе, просто в мире полная пицца. Если вдуматься, люди, которые есть, какую-то правду несут. Их и то, блядь, гнобят, удаляют, блядь, их там пытаются как-то, да, там, зачмырить. Да, и людей хотят за страх вогнать, вогнать, блядь, все, всех людей, не одно, как не просто там общество, весь мир, весь мир. И мы говорим о том, что, блядь, ну все, заебись, блядь. Так где же эти женщины, которые обладают этой силой? Куда же, блядь, они все съебались-то? Где женщины в политике, в науке, блядь? Где здравые, здравомыслящие бабы-то, блядь, где? Куда они нахуй всиделись, я просто пытаюсь понять. Да нихуя, блядь, нету их что-то как-то, понимаете? Вот в чем проблема. Проснуться бабе надо. Проснуться и заявить о себе. О себе и сказать, да, я есть, понимаете? Я есть. И я что-то стою в этом мире. И я чего-то стою, чего-то хочу. Вот так вот, блядь, надо. А не то, что, блядь, а это оно. Каких просто, я пытаюсь понять, я даже сейчас анализирую, думаю, блядь, всю историю женщинам определяли какую-то определенную, блядь, роль, которую она должна была отыграть, сыграть. Не спрашивая, в принципе, а что хочет она вообще, да? Даже в сексе женщину не спрашивают, что хочет она. Очень редко у женщины происходит диалог с мужиком, да? И мужики ей задают вопрос, там, милая, а как ты хочешь? А может, ты хочешь чего-то особенного, да? А может быть, мы то, а может быть, мы это. И когда я получаю... Почему я сделала свой гайд? Почему гид мы выпустили с Лёшей? Да потому что, блядь, ну я заебала... Как раз таки касаемо, блядь, там, Мария, а вот как там мой мужчина, он там не то, не то, и я там не знаю, как ему угодить. И, блядь, как угодить мужчине? Охуеть вообще! Ты думаешь, ну все, блядь, приехали. Как то нам, как это. И поэтому я думаю, да, сделаю-ка я гид конкретно по сексу, по отношениям, да, и просто затрону все эти темы. Вот, и поэтому он как раз написан от... Я могу сказать, что эта проблема глобальная, она не только у женщин, она у мужиков тоже. Реально, у мужиков это еще хуже. Мужиков учили тоже потреблять. Мужиков не учили грамотному, правильному отношению с женщиной. Понимаете, его не учили, мужика не учили, там, я не знаю, как доставить женщине языком, 20, там, я не знаю, 50, 50 оттенков кунилингуса. И не учили этого мужику, правильно? Мужик не знает, как доставить удовольствие женщине языком. Я могу вам даже больше сказать, там, например, папы наши, то есть там отцы, да, вот то поколение, да, многие вообще считали, что это не по-мужски лизать бабе пизду. Вот это они так рассуждали. Просто вдумайтесь, вдумайтесь в эту формулировку. Я что, блядь, я кто? Я мужик, я типа не лежу. Или это было зазорно. Мне некоторые пишут, до сих пор, до сих пор мне пишут письма о том, что, например, а вот ее мужчина, у нее мужик, она хочет куни. С кем? Нет, нет, не родственника. Вот, она хочет куни, а ее мужик, например, ну, не делает, потому что считает, что это фу, да, потому что, как я там буду тебе лизать? То есть сосать, сосать пипиську его, вот, блядь, нормально он считает, да? Из которой писает, блядь. А девочке полизать, да, как бы, ну, хз. Я слышу, не только ты. Так, сейчас я перейду. Сейчас, секундочку, мы перейдем с вами, потому что мне надо зарядиться, друзья мои. Вот. Да, мне, знаете, накипело, потому что, накипело, потому что, ну, как это, блядь, сейчас, секунду. Давно в эфире не была, вот. И заебали блоки, понимаете, просто заебали. И женщины, и заметьте, женщины всегда сдерживали, сдерживали женскую силу, да? Вот есть, почему такие женщины, как я, всегда вызывают в обществе резонансы, вызывают какие-то, блядь, ебанистические, просто там, я не знаю, эмоции, да? Потому что я бросаю вызов, в принципе, всему обществу, как женщина. Я выгляжу, блядь, не по стандартам, ругаюсь матом, как сапожник, там, как и Марина Вовченко, да? Потому что мы ведём, потому что мы ломаем всю вообще картину мира, и мы не боимся, не боимся о себе заявить. И от этого кроет людей, понимаете, реально кроет, потому что женщина должна быть тише воды, ниже травы, потому что женщина должна бояться, женщина должна, вообще, блядь, у женщины своё место. Возьмите Коран, мусульманство, возьмите, давайте возьмём Тору, тот же самый еврей, ну, как бы, блядь, евреи, да? Которые, как бы, я к ним очень хорошо отношусь, но, блядь, какое у них отношение к женщинам! Просто охуительно! Просто настолько всё удобно для мужиков, я думаю, вообще пиздатенько, просто пиздатенько. Молодцы! Молодцы! Вот, и поэтому, и поэтому, мои хорошие, женщина должна научиться, научиться себя ценить, научиться, блядь, наконец-таки снять эту, снять эти оковы, перестать, это не, понимаете, это не о том, что она должна стать какой-то ебанутой, блядь, феминисткой, которая будет сейчас, нет, это, и не воевать с мужчинами, нет, блядь, у нас всё, такой перекос жёсткий, что у женщин, что у мужчин, и у женщин полная хуйня в голове, и у мужчин, и у мужчин нету понимания, уважения к женщине, нам не хватает уважения друг к другу, обратите внимание, на уважении строится взрослое общество, на уважении, всегда можно договорить, вот нахуя воевать людям, вот просто обратите внимание, мудрые люди всегда договорятся, они договорятся, они поговорят, рассмотрят разные варианты, подумают, как бы решить вот эту проблему, как бы с одной стороны зайти, с другой, да, я имею в виду вообще про целые страны, что любые страны, они между собой могут договориться, мужчины и женщины могут договориться, Но у нас, обратите внимание, я считаю, что в принципе у нас полный перекос вообще в мужском и женском. У нас нету равноправия, нету уважения. Ани Лингус, охуенно отношусь. Друзья мои, я охуенно отношусь вообще к любой проявлению сексуальности в человеке. Я считаю, что если вы в сексе экспериментируете, пробуете новое, не стоите на месте, и вам это доставляет друг другу удовольствие, вы просто пиздато охуенно друг от друга кайфуете. Блядь, я за все. Кроме, ну там, я не знаю, с бомжами чпокаться, с трупами трахаться, ну как бы там, с педофилией у меня вызывает вопросы. То есть какие-то такие моменты совсем по жести. А так я вообще за любое проявление вашей сексуальности. То есть если вам хорошо друг с другом, с партнером, охуенно, пробуйте. Я просто понимаю, в чем проблема, что там что-то не то. Да она везде, женщина везде принижает. Да женщина сама принижается-то. Женщина сама как бы она... Это сила реально огромная, огромная сила. Какое-то пиздатое красное вино. Там бутылка стоит, я для съемки бутылку купила, потому что бутылка была красивая. А мне нужно было в кадрах охуенную бутылку. Я купила какое-то вино, оно оказалось нереально крепким. Ты выпиваешь пол бокала меньше, и тебя пиздец уносит хорошо. Ну то, что надо. Так вот, и женщине до нас была невероятная сила. Представьте, уже вот женщине дали такого огромного дракона, на который она может просто рассекать, да, там, по мирам, блядь, по вселенным. Вот. Ну что-то женщина взяла такая, блядь, такая большая ответственность. Мне хочется быть слабой, мне хочется быть без защиты, мне вообще не хочется ни за что отвечать. Я хочу вообще стать маленькой девочкой. И бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот. И вот женщина такая подумала, решила, ну, короче, ну, пусть вот мужик правит всем. Пусть мужчина будет главный, да, а вот я вообще нахуй ни за что не буду отвечать. И всю, всю силу я отдам мужику. Подумала баба. Ну, вот как бы и вот это. То есть просто переложила ответственность с себя и решила, что она ничего не решает. И как бы она, и вообще все, блядь, ее ничего не касается. Я как бы побуду и маленькой девочкой. Маленькая девочка, бля, это заебись. Хорошо быть маленькой девочкой, я тоже люблю побыть маленькой. Но надо осознавать, что на нас, на женщинах, на женщинах лежит огромная ответственность за все, в принципе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Возволяйте, живите дальше. Все, никто не будет, никто тебя не спасет, не приедет тебе там на огнедышащем драконе из замка. позволять самой надо блять возваляться из замка да ну я и говорю конечно все вообще знаете как прокачать как говорят вот но у нас системы анима анимус да наверное многие читали юнга и знают кто такой юнг юнг шикарный обожаю юнга эти к райх да вот райх основатель биоэнергетики вот для меня юнг райх лоун вот эти вот психологи да вообще вот эти основатели каких-то направлений психологии примет просто титаны реально титаны и богу сохранились их книги хотя книги сжигали например книги райх и сожгли причем очень много книг и многие многие книги до нас не дошли к сожалению ну потому что типа считали что вот они там от лукавого да как обычно у нас бывает хотя это было уже в современной америке и книги его сожгли на площади у райха так вот и юнг это он основатель вот да типа во первых он очень круто со снами работал вот не зигмунд фрэнд для меня сложноватый чувак вот а юнг мне нравится он попроще он полегче и для меня юнг попроще полегче он основатель векторной психологии если не ошибаюсь по-моему юнг основатель векторной психологии там очень интересные психотипы людей да рассмотрены вот и мне нравятся юнигианские школы и юнигианские направления они тоже развиваются и есть очень много последователей юнга тоже охуительно талантливых людей вот благодарю действительно охренительно талантливых людей и очень много книжек я читала там под тенью сатурна можно да почитать например это про формирование мужской психики то есть про этапы взросления мужчины какие этапы сложно то есть вообще женщине очень полезно читать такую литературу для того чтобы понимать вообще мужчину который рядом рядом с ней находится вообще что он проходит какие какие кризисы психики он проходит это очень важно поймите и у него есть у юнга да это вот его анима анимус и его опять же либидо мартида моё любимое кстати и анима анимус настолько для меня отзывается что как бы ну а бессознательная коллективная работа с подсознанием это все юнг это просто настолько база ну не знаю он нудный и ну для меня фрейд нудный просто в нудный делать как я пыталась читать мне не зашло просто вот и у юнга вы про аниму анимус аниму анимус там как раз охренительная тема что у нас у всех есть внутренний мужчина и внутренняя женщина сто процентов миллиарды миллиард миллиарды миллионы миллиарды процентов вот что типа у нас есть внутренний мужчина внутренняя женщина это как по блять ну гадалки не ходи и а например у меня как-то мне одна девочка очень интересно сказал такую штуку да что например мой мужчина мой мужчина внутренний это такая очень деспотична личность и часто наши внутренние мужчины они подавляют наши наших внутренних женщин кстати отсюда лесбиянство например отсюда в женщине превалирует мужская энергия и отсюда женщины больше мужчины потому что их мужчина подавляет их женщину внутреннюю а это кстати идет из семьи если например у вас в семье просто было ну просто целыми поколениями были мужики дикта ну такие узурпаторы до которые были то вы на унаследуете такого внутреннего мужика его надо выравнивать но для этого должна быть очень внутренняя сильная женщина и эту женщину нужно выводить в свет то есть как бы ее надо на трон сажать это очень сложно потому что война идет на протяжении всей истории она идет не снаружи нас она идет внутри нас внутри нас всегда воюет внутренний мужчина и внутренняя женщина за власть всегда так было и до потянет сотов на офигенная книга и для того чтобы прокачать своего внутреннего мужчину так же как и прокачать свою внутреннюю женщину вы должны прокачать своего внешнего мужчину прокачав своего внешнего мужчина вы прокачаете внутреннего и чем более сильный ваш внешний мужчина тем более комфортно себя будет чувствовать ваша внутренняя женщина то есть это очень на самом деле это очень когда начинаете в этом разбираться можно еще почитать я не помню как зовут писательницу она написала по-моему называется тайна сакчина тайна сакрального союза мужчины и женщины если не ошибаюсь вот как так это называется книга вот как-то там тайна офигенно это про архетипы это знаете как называется есть такая штука не знаю может кто-то слышал а может быть нет называется инициационная терапия ну у меня например не очень комфортно к у кого не комфортно к у кого комфортно заебись вот инициационная терапия это ска тайна сакрального союза это терапия основанная на сказках на руссконародных сказках вот просто читается на одном дыхании читается очень быстро у меня там прочиталась по-моему за несколько дней и я ее перечитываю второй раз потому что она первый раз эти ну достаточно тяжело зашла как тяжело она знаете ее надо читать там год спустя прочитала и потом через через год ее там типа да и вот там про архитекты вот и как вот женщина и мужчина проходят эти все этапы становления от вот этой вот богини да и творцом вот сказки эльфийки сон а что это за сказки эльфийки я даже читала но вот мне очень понравилась вот эта вот книга обязательно почитайте что-то как-то она забыла как же это писательницу за василец что-то татьяна василец по-моему вот так да у меня это на меня такая она на меня первого прям первый раз когда я прочитала просто впечатление то есть я как бы прочитала и у меня у меня вообще был шок реально у меня был шок от того насколько совпадение я для себя много нашла и такая татьяна василец тоже кто-то написал ой-ой-ой тайна сакрального союза вот и я такая думаю это что так это же про провод про меня там про дать архетипы гейша амазонка фея потом ведьма да и вот проводите как в нас все эти архетипы есть и как они должны пройти разные этапы как они если они типы в гипер уходит там гиперамазонка как вот у женщин такие взять которые вот эти все вот феминизм это гипертрофированный архетип амазонки понимаете да о благодарю блин а вот очень да тоже что тоже а нет я начала читать пока не читала а лёха да лёха так про гайта очень рада поздравлением да мы вообще на самом деле писалось все это на одном дыхании если честно и дорабатывалось достаточно долго потому что я прям хотела вам еще я туда плюже в этот гайд впихнула рекомендации на книги то что я хотела максимально вот раскрыть эту тему и максимально людям дать по максимуму информации вот и поэтому там еще есть рекомендации на книге я его там прям дрочила честно ну там то мне надо было тут что-то там дописать там вот и сейчас у меня идея которая уже озвучила кстати эта идея я хочу сделать я хочу сделать книгу свою и будет называется книга феникса у меня же есть мысли феникса я сделаю книгу феникса вот и я туда вообще запердолю все свои заметки по категории мне там будет письма шиеви письма шакти да то есть там будут всякие про тело очень много прайны ну то есть все и с моими фотографиями только все типа будет без цензуры полноценная сука полноценная такая настольная мать его будет книга то есть обширзайте страница тысяча было блять вот мне хочется не тысяча там соиска 500 600 вот приблизительно вот она такого должна быть формата чтобы было можно даже если что типа распечатать вот и да и прям я сейчас уже ее вижу потому что мне хочется и сделать топчиком ну то есть топчиком не плане того что продаваемый топчиком а чтобы она просто стала такой настольной книгой вот это мне очень для меня это прям вообще тема вау я вижу чувствую я думаю что это будет даже не столько вы не знаете сколько у меня заметок это мне мне кажется 800 там около тысячи заметок вот благодарю тысяча заметок где-то да наверное и вот там и все это мысли феникса и много ежик там типа 10 лет пишу представьте и этот на книгу уже блять все уже книга она готова поэтому как вот как начну обязательно сообщил он главное потом и просто закончить потому что это такой процесс все-таки до эфир то ну типа библии каста да можно так назвать кстати как вариант посмотрю что мне ошибки делают у меня я просто сегодня еще не нарадуюсь на ногти честно вот знаете у девочек же радость это там серьезно и вот поэтому вот кстати вот внутреннюю женщину если у вас сильный и сильный внутренний мужик женщину надо раскрывать через вот всякие женские процедурки ну типа там массажики маникюрчики педикюрчики масочки хуясочек это все вот так женщина прям просыпается в этот момент то есть такая шоппинг что-то себе приятненькое купить венца попить с подружками посидеть все вы прям становитесь девочкой девочкой вот эту вот энергию вот уравновешивать мужскую энергию надо вот такими вот ну женскими штучками и вот у меня вот когда я там где-то сижу на маникюре еще где-то вот у меня прям все прям вообще такой знаете я реально себя славливаю что прям в женской энергии на данный момент нахожусь это это очень круто и девочкам реально вот просто быть красивой все вот и счастье благодарю вас спорт 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 бизнес спорт книги читать то есть мозг мозг какие-то знаете в шахматы блять играть я не знаю там научиться да либо найти себе нормального мужика да тоже как а нет да если у вас нет подождите это не то пальто не то пальто но это в основном спорт это что-то связанное с телом и с такой энергией и спорта между бокс там я не знаю что то вот такого плана пожестче прям пожестче чтобы лещей было можно отхватить вот тогда у вас внутри мужик очень быстро провести он у вас есть он у вас проснется а если нет внутреннего мужика то вы просто лещей получите то есть как-то тоже хз надо вам оно или нет это не очень но потому что внутренний мужик понимаете как бы вот там расширить за первое расширить внутреннего мужика да книги много читайте вот поэтому девчуль ну а а чё плохого вы зато очень самостоятельно сами зарабатываете что в этом плохого почему что еще это что плохо что зато сами так вы должны наоборот этим гордиться интересный вопрос я бы с кем знаете с кем с фразе меркури а еще с соем мне было бы интересно попиздить вот наверное с ними двумя у меня нет таких каких-то которые вот так есть просто личности которые меня своей энергетикой вдохновляют вот я прям вау вот просто своим талантом своим энергетикой то есть когда человек что-то делает настолько самозабвенный и типа в этом то я таких людей прям ну они меня восхищают я не фанатею но они мне и думаю офигенно типа вот это блин это круто вот но их мало тайсон мне кстати очень тоже нравится чуваку тоже с такой энергетикой ранний тайсон потом он как бы человек как бы так себе отстал вот но это все равно очень прикольный вот на самом деле много если сейчас начнем начать так подумать сарне бы тоже бы познакомилась это вообще в принципе лег там что-то все это шебурсит шебурсит амазонка он там делами занимается да ничего не означает ну замерзлил просто замерзлишь что еще это может означать возьмите пленит часто на медитациях мерзлишь просто задулы вам поддул да много архетипов классных гейша тоже охранительный архетип на самом деле фея и ведьма да конечно я без косметолога не представляю своей жизни у меня уже косметолог на два косметолога скоро косметолог приедет из москвы алсу который колит марину вовченко наверное все ее видели вот алсу я познакомилась эти алсу с мариной и они законнектились алсу охранительная вообще просто и вот она приезжает на бали скоро вот поэтому да и еще одна про другую не буду и конечно же дело я вообще в принципе считаю что снимаем это женщина должна ухаживать и блять прибегать по максимально возможным вариантам ну типа все что предоставляет вам эта реальность особенно по уходу за собой офигенные раньше женщины ухаживали точно так же просто было все по-другому не знаю там спермы мазались блять всякими там маслами хуями ну короче тоже все то же самое но только это было немножко в другом контексте вот а сейчас появилась там инъекции да раньше думаю например бабоньки там всякими растительными средствами понимаете какие-то зелья варили пили блять травками хуявками может быть там я не знаю какие-то делали всякие масочки из какого-нибудь херолина да вот заклинание может использовали поэтому то есть все 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 то же самое вот нет так наоборот заебите я и говорю что раньше делали вот через это может просто сейчас уже этим не делали сейчас по-другому немножко пошла эволюция с практикой конечно приходит с практикой как и все приходит с права как сразу думали блять медитировать будете охуенно алё гараж проснетесь вы чё медитация такие вообще йога это вещь наработанная да как да никак ну дорогие мои а чё мне я буду это избегнуть ну блин ну нормально а как еще это могу воспринимать часто стебусь просто над этим потому что понимаю что блять ну да ладно это даже забавно так секундочку а у нас еще еще даже там есть время ой блин очков уже просто мне сейчас крыша поедет Василец Татьяна Василец я не помню что там тайный так сакральный союз по-моему как то так мужчина и женщина или как то так Стёп да ну поэтому я я же говорю поэтому я вам и рекомендовала там типа южный парк и плюс я рекомендовала посмотреть Рик и Морти все вот Рик и Морти конечно иногда вино Рик и Морти офигительный мультик для того чтобы проникнуться юмором черным циничным таким жестким посмотрите обязательно этот мультик кто еще не смотрел кто еще не смотрел вот так что я уверена что суперспособность бля да никакой бы я не выбрала суперспособность честно как это так а чё тут пиздёшь что это? ну это когда на тусовке кто-нибудь рассказывает какую-нибудь хуйню а я такой выскакиваешь появляешься из кустов такой этот чувак пиздит а ты купил ошейничек да и прикольно но это я не знаю это религиен да очки вот эти я покупала религиен да религиен да религиен я не знаю знаете вы религиен такой религиен такой бренд на боли он есть религиен кстати ни хуя не дешевый так сказала вот а про суперспособности да блядь пиздуйте суперспособности ну типа ну и чё я бы стала бы супергероем или что да да нет да и так все охуенно суперспособности не знаю может и летать бы хотела бы наверное бы телепортироваться бы я хотела возможно знаете чтоб типа на самолетах не путешествовать и чтобы просто сэкономить время хуяк ты там уже в Швейцарии где-нибудь или хуяк ты уже там на каких-нибудь я не знаю там на островах там на Филиппинах на попу ну то есть вот какие-то такие банальные вот а так я даже не знаю ту 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 так девчуль я побежала побежала я побежала я побежала я потому что эфир заканчивается и я вчера то что-то тоже там попиздела она в закрытом клубе да успокаивающий голос я всегда думала наоборот отрезвляющий такой да знаете не слышите вообще я только если на лысо побреюсь блять вот тогда я сменю свою стрижку это друзья мои это просто выбритые виски выбрито пол головы все и никакого в этом смысла нету и никак она не называется и типа изменить я тоже не хочу потому что я с ней уже часть меня часть моего образа my image все так тут туру я сохраню эфир эфирчик сохраню и я так Продолжение следует...